Так, 200 лайков набрали, 4 месяца прошло и настало то самое время, чтобы выпустить обещанное видео про графическое улучшение Entropy Zero 2. На самом деле, такое долгое отсутствие сыграло только на руку, потому что я смог добавить в свою коллекцию еще больше интересных аддонов, которые вышли вот буквально недавно. А, еще, кстати, подписчики нашли эту коллекцию с аддонами, ну, что я могу сказать, сыщики. Поэтому не забывайте присоединяться на наш Дискорд сервер, ну и про ТГ не забудьте. Кстати, про ТГ. Хочу рассказать вам о конкурсе, который сейчас проводится в нашем Телеграм-канале. Условия там крайне просты, а призы достаточно неплохие. Ссылка будет в описании. В общем, представляю вам свою коллекцию аддонов на улучшение графики в Entropy Zero 2. На данный момент в коллекции 104 аддона, и все они улучшают определенную часть игры. Перед началом скажу, что в дальнейшем я буду время от времени добавлять в коллекцию разные новые аддоны. Так что да, коллекция будет улучшаться со временем. Визуал. Пожалуй, это первое, что будет бросаться вам в глаза после графики. В коллекции представлены разные визуальные дополнения или изменения. Например, тут есть простое добавление иконки Entropy Zero 2 в строку Windows, так и, например, задний фон в HD-качестве. Есть измененный фонарик, более маленький декоративный хут, новая анимированная иконка для сохранения или более качественные прицелы и разные иконки. А также некоторые аддоны добавят вам более красивое и пафосное вступительное интро и измененные дисклеймеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также имеется визуальный фикс, но про это уже в следующей категории. ФИКСЫ Коллекция фиксит некоторые недоработки из Entropy Zero 2, такие как Ошибки в консоли при переходе с начала пятой главы на карту Entropy Zero 2 C5-2. Фиксит текстуру окровавленных повстанцев. Исправляет визуальные ошибки маппинга. Фиксит положение рук. Убирает ненужный звук недостатка патрон при доставании слэм. ФИКСЫ Добавляет ранее неиспользованные звуки для арпалета и рпг. Добавляет отсутствующие файлы и фиксит Филсона. ЗВУКИ В коллекции есть около одного десятка аддонов на улучшение или изменение звуковой составляющей мода. Из основных могу подметить более продвинутые фразы при смерти повстанцев, новые фразы у Солдот Альянса, новые звуки у Мэнхаков, звуки ранения Бортигонта и достаточно крупный аддон Webknight Sound Mod, который изменит значительную часть звуков. Например, взрывы, шаги, звуки лечения, эмбитные звуки и так далее. Графика. И вот это, наверное, самое интересное, потому что графических улучшений в коллекции больше всего, поэтому я сделаю подкатегории. Начнём с SFX эффектов, банально потому, что их тут по сравнению с остальными улучшениями меньше всего. Основными являются здесь Ultra Explosion for Entropy Zero 2, Mr. AC, Entropy Zero 2 Rehaul FX и Combined Ball Light. Начнём с того, что мы увидим в первую очередь, это вспышка от выстрела. За это отвечает Entropy Zero 2 Rehaul FX. Данный мод перерабатывает эффекты из Custom VFX, сделая их более красивыми. Установка этого аддона достаточно необычная. Вам необходимо скачать аддон себе, это можно сделать двумя способами. Либо через сайт Workshop Domvouter, либо подписаться на аддон и найти его по этому пути. Дальше просто переносим аддон в папку Custom. Если папки у вас нет, то просто создайте. За эффекты от попадания отвечают Mystery AC и Ultra Explosion. Первый аддон отвечает за новые эффекты при попадании в бетон, металл, стекло и так далее. Эффекты намного лучше, чем стандартные, сделают вашу перестрелку в несколько раз эпичней и динамичней. А Ultra Explosion сделает любые взрывы в несколько раз красивей. Ну и аддон Combined Ball Light изменит текстуру энерго-шара Альянса и добавит ему динамическое освещение. Перейдём к глобальным улучшениям, а это улучшение декалей, текстур, моделей и так далее. Естественно, все аддоны перечислять я не буду, потому что тут их много, но про основные я расскажу. Начнём с декалей. Первое, про что я расскажу, это альтернатив Bluten Bullet Halls. Данный аддон изменяет старую текстуру крови и дырек от пуль на более новую и реалистичную. А вот след от взрыва меняет уже другой аддон, Better Explosion Decal. Аддон заменяет старую текстуру на новую, которая выглядит достаточно неплохо. В заключении расскажу про аддон Decal Spark in 4K. Аддон заменяет старые декали листовок, предупреждения и так далее на новые и реалистичные. Перейдём к улучшенным моделям и текстурам. Начнём с улучшенных постройок Альянса. Это нам обеспечит три аддона. Combined Interface Remake, заменит терминалы и экран Альянс на их более качественную версию. Combined Refractive Force Field заменит силовое поле Альянс на более красивую и реалистичную версию. И Combined Props Reskin изменит множество разных пропов Альянс на их более красивую и детализированную версию. Не будем далеко отходить от качественных пропов. На очереди у нас Half-Life Alyx, Assets and Garry's Mod. Данный аддон заменяет множество пропов из Entropy Zero 2 на их более качественные аналоги из Half-Life Alyx. Ещё из изменений у нас есть переработанные аптечки из Half-Life 2 и аптечки прямиком из Black Mesa. Также более качественное стекло и HD-коробки с патронами. Напоследок я оставил переработанное оружие. Half-Life 2 Emote Weapon, Materials and Textures изменит стандартные текстуры на их качественный аналог из The Mode. И 1970 Aperture Zen Grenade меняет текстуру на более каноничный вариант Zen Гранаты. Ну и под конец я оставил, как по мне самое сладкое, противники и союзники. Конечно, аддон не добавит вам новых NPC, но хорошо изменит и разнообразит старых. Начнём с самой малочисленной группы. Зомби. Black Mesa Have Zombie изменит Have Zombie на его более качественный аналог из Black Mesa. Теперь рассмотрим силы Альянса. Тут у нас основными и единственными аддонами выступают ремейки от Nemezis. Nemez Combine Soldier и Nemez Metrocope изменит модель солдат Альянса и сотрудников ГО на их более качественную и проработанную версию. Ну и самое интересное, повстанцы. Первое, что мы в лучшем, это лица. Нужно сделать их более детализированными и в этом нам поможет Original Night Death Reference Face Maps. Аддон изменяет только лица граждан и повстанцев на их более качественную версию. А вот основными аддонами на новых повстанцев у нас выступают. Концепт-арт Сталит Rebels добавляет гигантское разнообразие повстанцев, основываясь на этих концепт-артах. Elite Rebels добавляет повстанцев тяжелой броне и Half-Life Alyx Citizens and Refuge Clothing Replacement изменит одежду граждан и беженцев на их более качественные аналоги с Half-Life Alyx. Естественно, в этом видео я не перечислил все аддоны из коллекции. Их там 104 штуки, если бы я на каждом заострял внимание, ролик бы вышел на минут 30. А теперь перейдем к минусам, точнее одному жирному минусу. Установив все эти аддоны, ваш антропезер 2 будет в прямом смысле страдать, а вместе с ним и вы. Нет, лагать у вас не будет, конечно, если у вас не калькулятор. Но вот включение игры будет занимать в несколько раз больше времени, и это только включение. Подзагрузки теперь тоже будут занимать не пару секунд, а минуту или даже больше. Скорее всего, такие долгие загрузки вызваны нагромождением аддонов, поэтому сами решайте, скачать вам коллекцию или нет. Ладно, перейдем к геймплею, а после уже подведем итоги. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok